Всем привет, с вами канал Параноик. И сегодня хотелось бы вступить в такую некоторую дискуссию с противоречащим мнением, что выживание в одиночку все-таки лучше, чем выживание группой. Пройдясь какое-какое время по заброшке, оценив вокруг меня происходящую ситуацию, я решил сделать привал. В результате моих наблюдений хочу сказать следующее, что во время привала мне постоянно приходилось оглядываться, потому что на территории, само собой, еще блуждают другие люди. Возможность разведения открытого огня отсутствует, потому что будет дым и сразу же себя выдам. Поэтому приходится использовать беспламенные либо разогреватели, либо, допустим, печки-щепочницы, которые на сухом горючем, либо же спиртовки. Но опять же, постоянно следить за обстановкой и попробовать перекусить, при этом все-таки вызывает трудности. Поэтому, склоняюсь к тому, что выживание должно происходить небольшими обготовленными группами. У одиночек меньше шансов. Маленький лайфхак по выживанию. Если по пути вам встречается, к примеру, вот такой вот пух, то не побрезгуйте, если вот такие возьмите парочку с собой. Возможно, он вам пригодится при рожиге костра. Еще один маленький лайфхак для тех, кто, блуждая по территории, может обнаружить, к примеру, вот такие вот кустарники-шиповника. Рекомендую с собой тоже взять парочку плодов для того, чтобы приготовить насыщенный витамином С, полезный чай. Лучше всего плоды обламывать именно с кусочком веточки. Тогда они у вас не будут в кармане растекаться. Потому что в противном случае, если вы отраведете без веточки, начинает вот такая вот ситуация происходить. Поэтому обламываем с запасом. Еще одно немаловажное примечание. Если вы оказались в режиме выживания где-то на заброшке уже в конце зимы, и вокруг снега нет, есть все-таки шанс его еще поискать в тех местах, где лучик солнца его не коснулся. Ну, это для того, чтобы решить вопрос, допустим, питьевой воды, которая может рано или поздно возникнуть. Либо еще, как запасной вариант, можно использовать обычный мох. Который легко отрывается. И в этом мохе содержится жидкость. Вот ее можно попробовать. Будет выдавить, прокипятить и сделать с нее чай. Ну и плюс снег. Посмотрим, что из этого получится. Ну что ж, будем пробовать добывать воду. Благо у нас еще масочный режим никто не отменял, поэтому буду использовать в качестве фильтра именно ватно-марлевую повязку медицинскую. Берем наш мох, укладываем ее в повязку и начинаем выкручивать. Да. Первая жидкость есть, но, видимо, надо будет потрудиться. Так, вторая партия. Так, жидкости где-то миллилитров 20. Не знаю, видно или нет. Скорее всего, альтернатива со снегом будет более актуальна. Честно говоря, вот такому вот количеству жидкостей мутного цвета я не особо рад, по большому счету. Я думаю, в крайнем случае можно таким способом пользоваться только, ну, в крайнем случае, опять же повторюсь. Поэтому отправляюсь на поиски снега. Вот там, если приглядеться на самой верхушке свита, воронье гнездо. И что самое примечательное, ворон сидит и своим криком дает знать окружающим, что на территории находится человек. В принципе, как хороший ориентир о приближающемся неизвестном объекте. Можно взять на заметку. Вообще, я блуждаюсь сейчас по заброшке. Честно говоря, немного у меня надежды найти снег, но есть вероятность его где-то в каких-то оврагах, углублениях, ямах. Поэтому буду искать пример. Вот, в принципе, там можно набрать снега для чая. Больше других мест нет. Ну, значит, кружка снега я разжился уже. Теперь осталось найти место куда-нибудь подальше отойти, чтобы мне не было видно на тот случай, если я разожгу костер для того, чтобы приготовить чай. Но для того, чтобы демонстрировать свое присутствие, когда я буду разводить костер, я выбрал в качестве укрытия вот такую вот водонапорную башню. Внутри нее можно будет ржечь огонь. Ну, учитывая, что это будет небольшой костер, дым будет плавно рассеиваться и, по крайней мере, не будет видно мое месторасположение. Ну, как-то так. Если оглядеться так вокруг, то, в принципе, дров предостаточно. Единственный минус в том, что все они сырые. В общем, проблема. Поэтому для рожига костра лучше все использовать. Вот такие вот сухоцветы, которые легко ломаются. Характерный хруст говорит о том, что они сухие. И уже за счет них поднимать температуру и потом уже сушить более толстые стебли, которые будут испаряться, ну и гореть. Поэтому с сухой начнем. Вот как раз пух и прилетелся, который по дороге начипал. сухоцветы. Сухоцветы. снег понемногу начинает таять думаю самое время пришло для тех ягод которые собрал немножко пусть тоже поварятся по большому счету мы чай уже готов вода прокипела достаточное количество времени можно снимать пробу но как можно увидеть плавают ягоды шиповника в принципе приобрел такой немножко характерный оттенок по запаху вроде ничего и на выходе у нас получается с одной кружки топленого снега где-то четверть чая обогащенного витамином c благодаря шиповнику вполне даже пригодно для питья ну а на этом все буду менять свое место локации солнце уже садится поэтому кому было интересно подписывайтесь на канал ставьте палец вверх и до новых встреч пока удачи а